здравствуйте друзья шалом приветствую вас из иерусалима сейчас идет прямая у нас передача ну кто-то нас будет смотреть в записи если захочется кто-то нас будет слушать в запись в записи так иначе я нахожусь в иерусалиме а вы со мной здесь тоже у нас урок из цикла еврейское поведение самое интересное поведение недельный раздел матот масаэй на самом деле мы сейчас будем опираться на то что написано в разделе матот это уже завершение книги бамин бар у нас уроки посвящены еврейскому поведению эту это мусар нас касается мы рассматриваем законы этического характера мораль этика и прочее причем в динамике и в практическим а именно мусор занимается вопросом как человеку улучшить себя что от нас хочет тора и что нужно делать самим собой в этом мире то есть отвечается отвечаем на вопрос мировоззренческого характера зачем мы сюда пришли что нам нужно делать самим собой вот мусор отвечает исправить свои качества улучши их сегодняшняя тема принять укор укор это некоторые замечания укор выговор и прочие вещи мы сейчас все синонимы эти приведем тема мне кажется важна на ней впервые появляется на наших уроках мы занимаемся тем что называется западью надо принимать с желанием и любовью все замечания свои адрес и наверное все согласятся с такой категоричной фразой императивом но мало кто практически выполняет и стопроцентно то уж пошло и так с этого может быть и начну не планировал но скажу такую фразу большинство наших неприятностей которые мы видим в жизни многие из них по крайней мере они связаны с нашими отношениями с другими людьми как нам относятся как мы кому-то относимся что мы практически делаем другими людьми все это круг западе который называется между человеком и его его ближним окружением бэйн адам лиха лиха веру если у нас бывает обиды и неприятностей в этой жизни в конечном счете от других людей я конечно понимаю что иногда я сам себя обидел сам себя расстроил сам себя сам себе нанес какой-то ущерб но в конечном счете так сделано на уровне людей что все это я получаю посредством них я не за замкнутой комнате живу я не изолирован от людей и чтобы я не сделал всегда эхо возвращается ко мне и часто слышно о других людей что вот и кто-то обидел они живут в каком-то странном окружении у них семья какие-то нелады непорядок какой-то что-то нужно все это починить и виноваты все вокруг но не они сами так получилось на том лотереи жизни в лотереи жизни попался так вот билет что-то хорошо у них получилось на работе что-то нехорошо у каждого свое свое удача или неудача мазаль так вот мусар говорит нет это все не так устроено мир создан для тебя здесь возможности некоторые мы об этом все время говорим и в связи с твоим уровнем своими усилиями своим пониманием того каким являешься ты сам всевышний вокруг тебя организует все то что ты называешь этой жизнью в которой ты погружен знаешь что на самом деле ты есть в этом мире все остальное может быть не просто антураж по крайней мере является реакция всевышнего на тебя и поэтому надо присматриваться присматривать не к другим людям а к самому себе смотреть не с другими людьми за самим собой важно что я говорю а не что другие люди мне говорят и очень часто бывает что человек обижается на что на замечания которые ему делают сегодня мы может быть поговорим можете поговорим посмотрим на тему о том что замечание которые мне делают это реакция на то что сделал я они могут быть болезненными сегодня будем говорить в самом главном образом совсем другую вещь совсем на другую тему другую вещь мы скажем а именно на самом деле ведь можно же относиться к замечаем всем по-другому болезненные или болезненные всегда их привести в область не болезненных нет болезненных замечаний бывает болезненный удар когда меня ударили но словами можно ударить можно убить человека тут как научиться реагировать на такие слова таким образом чтобы они тебя не ранили это не значит быть носорогом идти по жизни закованным в толстую шкуру кожу непроницаемую броню и от меня отскакивают все слова которые мне говорят я вообще ничего не замечаю нельзя обидеть нет это не так надо жить в этой жизни нельзя идти по головам людей обычно тот кто не замечает когда его обижает он и других обижает спокойно может быть и надо замечать сегодня поговорим всем о другом а именно что такое замечание почему всевышний устроил мир таким образом что первое в этом мире присутствует замечание которые делают мне которые меня могут ранить а второе почему всевышний хочет чтобы я на них реагировал именно так как вот сегодня мы сейчас будем это учить по крайней мере в теории мы все это пройдем не все конечно немножко затронем а там посмотрим что нам делать практически и так надо принимать желанием и любовью все замечания свой адрес не написано от кого от кого угодно от всех сейчас мне скажут они не поделались они неправильно сумасшедшие просто взял искал ты что психологически неправильно даешь уроки ты плохой человек называть давать совсем по-другому такое бывает я пишу в блоге статьи какие-то мне так часто это и говорят эту тему тоже может быть скажем несколько слов но сначала откуда все это происходит книга бы мид бар она заканчивается и вот как раз 32 главе рассказано как раз то что нам интересно там идет речь о том что евреи уже входили это конец книги бы мид бар входили вырос и строили раз к нам тогда еще было но в святую землю и было сказано через мыши что вы войдете поделить эту землю нужно было войти и поделите этим будем заниматься уже дальше книги ашуа написано и ашуа бенуном учеником мыши рабейну нашего учителя мыши и тут вдруг мы встречаем такой момент что когда подходили а подходили с с востока в эту страну хотя и шли с египта с египта это с юго-запада сделали крюкс за 40 лет можно было несколько раз обойти всю эту землю было бы где ходить и подошли с востока по ту сторону иордана и когда уже нужно было входить в эту страну и маша сейчас начнет произносить свою последнюю речь в этой жизни она осталась как ни одна из последних речений сказано когда-либо кем-нибудь на земле это речь зафиксирована она представляет собой пятую книгу книги общего сборника пятикнижие да называется хумыш хумыш мужа рабейна сейчас он ее скажет и вот сейчас происходит последние моменты после последний что происходит перед тем как он сейчас начнет произносить эту речь и друг приходит представители колено рувена и гады и говорит а мы хотим остаться здесь по эту сторону иордана так и не сказали на что маше прочитал очень тяжелые слова оказывается ничему не научились за все это время он говорил о единстве народа о том что все колено должны держаться друг друга и дают святую землю всем им и надо бы участвовать все все со всеми вместе в этой войне он решил что они отказываются от военных действий они останутся здесь а вы уже мы получили эту землю здесь нет мы разбили всех под при подходе к этой земле всех кто здесь жил канаанские народы тоже жили и поэтому он решил что они не собираются воевать в городскана на земле канана и так сказал ваши братья пойдут на войну так написано 32 главе 6 стих ваши братья пойдут на войну а вы останетесь здесь я отчитал их за это и они ответили это уже 16 стих и 17 стих той же 32 главе подошли они и сказали мы построим загоны для своего скота здесь и города для наших детей маленьких людей маленьких детей и жен все кто не может воевать а мы вооруженные с оружием в руках пойдем перед бнеистра и перед евреями мы будем воевать первым понимаем что это такое и пока мы их не приведем всех все остальные колено каждая на свое место пока мы не возьмем эту землю так сказали они ну сказали они сказали если на самом деле колено рувен и ингада изначально собирались так и поступить сначала перейдем вместе со всеми иордан потом вернемся и поселимся в за иордане то почему они смолчали если так собирались поступить смолчали кому шарабина начал их отчитывать вы что ваши врачи пойдут на войну а вы останетесь здесь они стояли молчали так написано было встали подошли и сказали только после того когда он закончил свою достаточно большую речь почему они не не отвергли его подозрение в том что они хотят уклониться от войны от общего участия в этих военных действиях в конце концов все племена все колено все 12 колен видели что тот берег левый берег до восточный берег иордана богат лугами пастбище замечательное место для городов врагов в принципе уже нет надежно все охраняется горами с другой стороны вообще пустыня и все бы хотели там остаться но они выскочили первыми из всех и со своей просьбой он вообще был такой человек нетерпеливый что и гад к нему присоединился самый старший самый один самых младших все хотели так войдите сначала страну поделите а потом кто-то скажет мы еще вот там еще хотим взять или там хотим только взять поэтому странно их поведение почему не смолчали и ответ заметили наши мудрецы таков что они не хотели его прерывать они стояли и слушали оба колена потому что желали выслушать наставление его до конца все что есть позитивное этом они хотели взять себе тут еще такой момент на кем не отмечен я от себя уже скажу в конечном счете все слышали что муж и рабе она говорит каждому из колен и всем остальным тоже это была наука это наука это вообще не что иное как достояние всего нашего народа всех 12 колен и поэтому гад рувен и гад не прерывали муж и до конца выслушали его из собрались просто научиться правильному поведению на все время вот это вот является одним из источником сегодняшнего нашего урока об этом сказал рабе в трактате который называется тамид я выписал источник 28 лист 1 страница там так было сказано рабе сказал каким путем идти надо человеку чтобы он правильно этот путь и ответ пусть любит наставление каждый раз когда он то ха ха называется тоха ход туха ха это наставление наставление с позиции торы понятно не просто ругань какая-нибудь а именно наставление что-то делать а что-то не делать что такое конечном счете наставление рабе ри шутка туха ха это человек что-то сделал ему говорят что так нельзя поступать тора считает что это неправильное действие и от почему можно объяснять можно не объяснять это как закон тоха ха это не просто ах ты плохой нет не так бывает короткая тоха ха конечно как ты мог сделать такую странную вещь и взял и единственную книжку которая у нас есть взял и и ушел от вас твоих брата остались без книжки и целый час у них был битуль тэйра битуль тора не учили тор видите все это два слова было сказано а можно сказать хорошо развернуто что уже взрослый человек тебе уже четыре года ты же понимаешь что так не делается хоть они старше тебя но они еще не все помнят наизусть нужно книжку доставить дома и сиди учи вместе с ними так иначе то-то ха ха и это ха ха и рабе сказал в трактате томит пусть человек любит наставления любит их не просто слушает мирно не дерется не не лезет с кулаками не обижается а любит и отметил это для этих слов я все это и привел пока есть наставление в этом мире в нем присутствует творец и он же любит нас он же не просто запустил в смысле запустил завел и оставил или запустил смысле о как вас все запущено здесь нет в нем присутствует творец добро и браха продолжение цитаты не сходят в этот мир приходит в этот мир а зло уходит из мира пока в мире есть люди которые слушают да говорят и слушают наставления тоха ход но общая теория выговора его принятия да даже не записывал здесь поскольку я уже часто говорил эту тему все наши уроки происходят наверное обратили внимание сегодня у нас какой-то очень большой номер уроков что мы говорим о том что нельзя обижать людей но нельзя обижать людей это сам самое главное правило в каких случаях это можно в каких случаях можно рискнуть пойти на обиду и так далее все это мы говорили описывали но вот есть такая еще и вещи как самому относиться к тому когда нас обижают среди как нас обижают нас обижать могут по-разному взяли обозвали кого-то или взяли одному обманули его предали его и так далее но очень часто люди обижаются я уже говорил об этом именно на замечание поэтому есть такое правило очень простое мы говорим на эту тему все время не делать его замечания друг другу вообще не делайте старайтесь если по возможности можно не говорить его замечание но не делать все эти люди на уроке кто-то заговорил и один оглянулся и говорит но потише мы не слышим пятигорского лучше не говорить так лучше вообще не говорить потому что пятигорские красоты че слушать пятигорску если он и скажет о том что лучше не делать замечания это самое главное правило а теперь вторая вещь ну а когда тебе говорят замечания но не обижайся понятно почему не обижайся ну чтобы не расстраиваться чтобы поднять свой но какой я не знаю свое настроение чтобы оно не упало. Человека любишь, чтобы тебе не лопнуло наконец. Это простой совет, он неинтересный. Теория, если бы я рассказывал теорию, это как-то уже несколько раз рассказывал, звучит таким образом. Основные положения – это теория. Дело в том, что через людей к тебе приходит замечание, которое тебе говорит Всевышний. Он и дал этому замечанию быть сказанным. Скажите, пожалуйста, но ведь есть же такие замечания, мы уже говорили, второй раз я говорю, мы пустые, но не к делу не относящиеся. Особенно, например, я не знаю, пришли и сказали, что я что-то украл, а я не украл, они ошиблись. Ну, так это не замечание, это обвинение. А есть и замечание. Человек ошибся, ошибся адресом. Такое бывает у всех. Человек поторопился, вообще любит делать. Есть люди, которые любят делать замечания, им тяжело без этого. Они знают, что они плохие, так они и сделаны. У них своё испытание, не надо их осуждать за это. Кстати, может быть, они выполняют функцию Всевышнего. Не функцию, а шлихут, да, их послали для этого. Почему? Потому что в каждом замечании всегда присутствует доля какой-то правды, которая касается тебя. Человек не просто пришёл тебя, обругал. Я не говорю об ошибках. Ладно, берём в сторону. Если ошибка, то что же обижаться? Ошибся человек? Нет. Ну, как в случае, например, с коленами Рувена и Гада. Им сказали, что же вы не хотите идти с нами? Они хотели. Но замечание, оно было существенное, и польза была большая. Но вы же так сделали, что можно было подумать, что вы не хотите идти с нами. Может быть, нужно починить себе такое свойство? В следующий раз так не делать? Взять и объять с самого начала. Поторопитесь, объявить. Послушайте, вот вы не против, если мы без всякого жребия, без всякого жребия, мы возьмём эту землю, да тут ещё и останется на всех желающих, потому что территория – это не меньше, чем эра состроили. Но мы будем воевать вместе с вами, только не беспокойтесь. Знаете, что мы будем идти в первых рядах воевать за вашу землю, за ваши участки, за ваши наделы в эра состроили. Они так не сказали, поэтому, возможно, Оше был прав. Он не ошибся. Он не просто их отсчитал. Он сказал то, что нужно было им сказать. Он уже был сказать всем поколениям евреев с тех пор. Вот, например, то, что он сказал, касается сейчас и нас. На этом мы основываем свою уроку, на этом мы основываем свою жизнь. Мы относимся к замечаниям совсем по-другому, не так, как нас учили в нееврейской среде. Так нужно относиться. Так или иначе, есть две вещи очень простые. Может быть, мы об этом ещё чуть-чуть подробнее расскажем. А именно, замечания мы не делаем, а то только по большой просьбе. И как мы знаем, что они будут приняты, потому что несколько раз выписывали эти правила, все пункты этого момента, разрешения делать замечания. Когда это делается, почему и кому. А второй сегодняшний пункт, но мы к замечаниям относимся не обижаясь. Мы не делаем замечания, потому что мы обязаны беспокоиться о людях, ставить на их охране, и тем более на них не нападать. Нельзя их обижать. А мы не будем обижаться на замечания, и это вообще программа минимум сегодняшняя. Никогда. Тяжело, необычайно тяжело. Трудно. А вторая вещь, мы ещё и с любовью будем слушать замечания. Но эта программа максимум. Просто хотя бы за теорию. Положен так. Почему? Потому что мир, в котором есть замечания, правильные замечания, уважающие замечания, я бы сказал, любые замечания, только в таком мире присутствует Всевышний. В таком мире есть браха, и есть успех, и что? Добро. То в мишамая. Такова общая теория выговора. А теперь, то, что касается нас, Робейну Йона, великий учёный, книги Шарет Шува, все мы знаем, да, книгу от Шува Первого написал именно он. Вторая часть, глава 12. Посмотрите, там написано про слова, которые сказаны в Мишле. Мишле – это 15 глава, 31 стих, почти в конце. Там 32 или 33 стиха. Посмотрите. Ухо, внимающее учению жизни, так написано. Будет находиться в среде мудрых. Ну, не надо думать, что само ухо будет находиться в среде мудрецов. А тот, кто ухо, внимающее учению жизни, то есть человек, который слушает учение жизни, учение жизни, это не просто теория, это не кружок иудаики, это кружок меня самого. Когда мне обо мне говорят, как себя вести, тот будет находиться в среде мудрых. Это называется, тот и будет мудрым. Это называется, будет считаться мудрецом. Ну, есть еще такой, вот Рабин Иоанн про этот стих написал очень оригинальную вещь, он сказал, что это означает, что надо жить среди мудрецов, которые скажут тебе наставления. То, что я сейчас сказал, это пшат, да, просто. А он сказал, нет, находиться в стороне мудрецов – это следствие, да? Он сказал, наоборот, надо жить среди мудрецов, чтобы они тебе говорили наставления. И дальше там же, кстати, прямо тут же и идет презирающее наставление, он написал слово «мусар». Еврейская этика, презирающее наставление – ненавидеть свою душу. А кто слушает назидание, а именно тоха-ха, тоха-хот, тоха-ха – это когда тебе говорят выговор, тот приобретает разум. Это и называется разум, мудрость. Хочешь быть мудрым – с умом подходи к тому, что тебе говорят о тебе самом. О тебе самом говорят то, что нужно. Всевышний сказал то, что нужно. Всегда есть там. Или все, это о тебе, или хотя бы какая-то часть. Так сказали мудрецы, упал, один человек упал с крыши, и разбиты все органы, ничего такого. Живой, но ничего цельного нет. Ему теперь нужны лекарства, примочки, мазь, что еще бывает? Повязки, гипс на все суставы, не о нас будет сказано. Потому что все, что у него поломано. О, то же самое с грешником. Грешник, он нарушил запреты, и теперь у него все, все, что есть у него в теле, все это одно больное тело. И Всевышний дает ему лекарства. Какое лекарство в Рабарье? Умение слушать наставления. Горькое лекарство необычайно, тяжелое, необычайно тяжело, но умение есть. Теперь его нужно принимать. Как сказано, склоните свое ухо и идите ко мне. Слушайте, и будут жить в вашей души. То же самое сказал царь Давид. Сейчас мы сейчас перейдем к историям про наших мудрецов, наших праведников в последнее нашего времени. Но сейчас два слова о царе Давиде. У меня сегодня просто запись урока. Бава Кама, 29-й урок. Там история про царя Давида, кстати, ужасно интересная. Сегодня целый день у меня с утра тоже был на уроке царя Давида. В Тигилим, написанное царем Давида, Малава и Шалом, к миру, будь упомянута его имя. 78-я глава, капитал, первый стих, по-моему. «Слушай, мой народ, мою Тору, склоните свое ухо», то есть заставьте себя слушать, «слушивайтесь ко всему, что сказано моими устами». И Хида Акадош в своей книге «Юсеф Тейлот», он так написал, поясняет, «слушай, народ, мою Тору, это мудрецы». «Слушай, народ, мою Тору». Тору не все слышат, Тору нужно читать, уметь понимать, это мудрецы. «Слушай, народ, мою Тору», а потом «склоните свое ухо». Это означает, народ – это мудрецы. Народ, который читает Тору, это мудрецы. И вот когда все видят, что они слушают наставления, когда мудрецы слушают наставления, мудрецы, умнейшие, их отчитывают, они слушают. И не просто слушают, а учатся на этом, они что-то получают из этого. Так написано в Баумеце, 33 лист, 2 стих. То вот тогда и простые люди их начинают слушать. Кого он начинает слушать? Мудрецов. А для того мудрецы даны еврейскому народу, чтобы их доставлять, учить, говорить, куда нужно идти, какая ошибка их предостерегает, и так далее, и так далее. Не отменяя индивидуальных подходов и инициативы на местах. Просто такой индикатор, что полезно, что не полезно. Извините. Только вот от меня, я сейчас скажу такую фразу, если вы хотите быть мудрыми, а вы хотите быть мудрыми, или вы уже считаете себя умницами, умными людьми, считаете, да? Только вот слушайте наставления от всех. Ну, а сейчас несколько историй, которые мне показались интересными. Первая история, оригинальная история, начало оригинальное, по крайней мере, шел некогда спор, большой, серьезный спор, даже с шумом некоторым, между Ешивой Воложин, все мы знаем такую Ешиву, и Ешивой Слободка. И решили обратиться, те и другие, раввины из этой, Ешивой, раввины из этой, Ешивой, все это в Литве, обратиться к Третьейскому суду. Обратились к крупнейшим раввинам своего поколения. Правда, я не знаю, что такое Третьейский суд, что здесь уж самые великие раввины уже здесь сидят. Одни Воложин, другие в Слободке. Ешивой Воложин представлял раби Хаим Соловейчик на этом суде, а Ешивой Слободка – раби Натан Цвифинкель, Носан Цвифинкель. Его звали, и сейчас его зовут, потом его назвали, еще более-менее молодой был, Саба Мислободка, дедушка из Слободки. И вот в момент обсуждения раби Хаим, раби Хаим Соловейчик, уже перед судом, самым легким, очень даже изящным, тонким образом высказал некоторый укор в адрес раби Носан Цви. Вот такой вот укор он сказал. А на суде присутствовал раби Авраам Шинкель, уже будучи старым человеком, один из верных учеников и близких учеников раби Исроя Лесалантора. И он сказал в полголоса, ну, все услышали, кому нужно, все услышали. Вот так сказал рабу Хаиму, судя по твоим способностям, Лефи, он даже о нем в Третьем листе сказал, Лефи Мухо, судя по его способностям, ему надо быть чуть, надо быть чуть-чуть больше бояться неба, чем это происходит сейчас. Мы ад ютер льет юрешамаем. Вообще, звучит это не просто так. Звучит, знаете, как это звучит? Ой, человек, у него нет страха перед ним, он такую фразу сказал. И рабе Хаим, от которого мы весь эту историю знаем, он записал свои книги, вспоминал и написал. Когда он слышал это, Сах дрогнулся, он испугался, перепугался. Ведь он же сказал, фразу тоже непросто, так она нечаянно же у него не выскочила, укор в адрес раба Носа на Цви. И он сказал присутствующим, прямо тут же на суде, если это выговор Торы, то, что мне сейчас сказал рабе Авраам Шинкель, то я согласен его принять сразу на месте. А если это просто упрёк и выговор, ну, просто сказали, могу доказать, что я прав, и что мне нужно было так сказать. И то, что сказал рабе Атану Цви, это один из элементов защиты, в моей точке зрения. Ну, сели мудрецы и начали думать, что это было у раба Шинкеля. Замечание Торы, то ха-ха. Справься, тебе нужно подумать о том, что у тебя не хватает. И ты рад Шамаем трепет перед Невым, ты не обижаешь людей, не подумав. Или просто укол. Укол, знаете, такое замечание. Укол. На еврейке называется назифа. И они постановили, поскольку рабе Авраам Шинкель известен своей повышенной праведностью, просто праведник поколения, то его слова надо считать замечанием Торы. Оригинальное решение. Они не вникали, что он сказал, они вникали, кто сказал. И тут же рабе Хайм, прям тут же, как после этого решения, признал его правоту, извинился перед рабе Натаном Цви, и этот урок начал всю свою жизнь. Всю жизнь он смотрел, в каком уровне находится его страх перед ним. Кстати, между прочим, что такое страх перед ним? Ну, боюсь я не буду, ладно, хорошо. Сейчас накажут меня мозальку от исчезнет. Да нет же, страх перед ним совершенно конкретная вещь. Если я обижаю других людей, мне будет плохо. И в этой жизни, в следующей жизни вообще катастрофа, если я обижаю других людей. Значит, мне нужно смотреть с собой. Это называется страх перед ним. Одна из важных компонентов страха перед ним. Ну, что мы можем сказать под этой историей? Как мы видим, вообще-то не просто, надо не просто принять укор. Иногда такое принятие мешает. Ведь рабе Хайм Славичик что сейчас сказал? Если так, то я приму, а если не так, я не приму. А мы вроде в самом начале не говорили. Мы сказали, все укоры, все замечания, все наставления, все это от Всевышнего, на самом деле, конечно, принятие укора иногда мешает. Например, меня укоряют в некотором моем действии. Если я сейчас умеленно соглашусь, да-да, вы правы, хорошо, а больше так не буду, так мне надо прекратить это дело. Я не собираюсь его прекращать. Оно нужно, оно полезное, оно замечательное. Ну, например, как бы вам сказать, такой пример. Я сейчас его придумаю. Я пишу статьи, предположим, короткие, длинные, неважно, на тему Торы. И приходят люди, которые к Торе относятся негативно. Ну, например, человек учился в Ешире, потом все ему разонравилось, и он ушел. Хорошо бы, если бы он просто тихо ушел и не переживал. Наверное, что-то у него болит. Он возвращается очень часто в эти места, в интернете, и пишет всякие нехорошие вещи. С улюлюканьем, с шутками, с прибаутками, с узевательствами. Как к этому относиться? Это же не то ха-ха, это оскорбление. Ну, а на самом-то деле все это сделано, написано под видом исправления моего. Что мне теперь нужно сделать? Ну, если я пойду домой и повешусь, не дай бог, он успокоится? Нет же, он все равно будет иметь плохо. Большие претензии ко всему миру, религиозных, ортодоксальных евреев. Значит, все это не имеет смысла. Значит, к этому ко всему нужно относиться как? Может, мне Всевышний сейчас сдал этот то ха-ха или этот укор на зефа? Прямо настоящее совершенно обидное замечание в мой адрес с нехорошими словами. Только для того, чтобы я умел держать удар. Это тоже ведь учение. К этому тоже нужно относиться таким образом, что связь с Всевышним. Так или иначе, я считаю себя правым, возвращаясь к нашему примеру, и поэтому я не могу с ним согласиться. Тогда что я сделаю? Очень просто. Я потребую, чтобы мне привели доказательства из Торы. Доказательства того замечания, которое сейчас, мне кажется, не актуальным для моей деятельности. В таком случае, если привели доказательства из Торы, я вижу, что это взгляд в Торы, укор становится то-хо-хой. То-хо-ха. А без этого он на зефа. И я должен поблагодарить за нее, за на зефа, и могу продолжать свое дело. Главный критерий совершенно неожиданный. Я скажу, какой главный критерий, как отличить друг от друга. А вы только не говорите мне, что первый раз слышите. Это очень просто. Нужно посмотреть, не обижаю ли я кого. Кого-нибудь. Как узнать? Очень просто. И тем, что я буду продолжать свое дело, которому мне сказали, что нельзя его делать. Очень серьезно мне сказали. Так вот, если я не обижаю ли я этим делаю на других людей. А как узнать? Это очень просто. Мы говорили на эту тему. И если я был вынужден так поступить, он, это называется, вынужден, мне надеваться некуда. Я буду продолжать его обиды, источник его замечания в мой адрес. Он нереален. Он не имеет смысла. Почему? Нелегитимен. Потому что у меня другой возможности нет. Ну, например, мне говорят, не стой здесь под навесом автобусной остановки. Ты занимаешь очень много места. Причем потому, что выйди наружу. Я не могу уйти наружу, там промокну. То есть, мне говорят, слушайте, у нас много народу здесь в остановке. Закройте хотя бы свой зонтик, не мешайте другим людям. О, так это нормальное замечание. Ведь одно и то же замечание, что я не стою неправильно, можно было сказать по-разному. Так вот, обижаю людей. А если я стою под остановкой, под крышей в этой остановке с зонтиком, понятно, что я мешаю? Я их обижаю, я им делаю плохо. А если я не могу здесь не стоять, я с зонтиком ничего не делаю, то это не будет считаться их обидой, мой адрес не будет считаться обидой. Или, например, я выполняю заповедь Торы. Мне можно просить сколько угодно, я не могу отметить этот заповедь. Другое дело, что я могу стараться сделать так, но не за счет Торы, так, чтобы не обижать этих людей. А не идти, как железный рыцарь, сквозь камыши, знаете, оставляя после себя вспаханную землю. Так вот, если я не вынужден так поступать, то мы вступаем в пространство, называется, несовпадение или конфронтации интересов взаимных. Что в таком случае делать? Вы уже знаете ответ. В таком случае нужно обратиться к раввину, шилотрав. Но великие еврейские мудрецы принимали то ха-ха даже и от простых людей, даже там и не по делу. То есть, они находили дело в каждом из этих пояснений. Например, замечание. Один человек сказал рабе Мушефа Эйнштейну, величайший ученый XX века, что тому вообще-то не стоит ездить в машине из своего дома в синагогу Бейтем Миттерш, там, где они учились. В субботу проводили на машине после сжигания свечей перед наступлением субботы. На самом деле здесь никакого нарушения нет. Во-первых, он был около 80 лет. Ехал он ровно пару минут. Пару минуты, значит, пару километров тоже немало, кстати, но моментально. И тут не было даже подозрений на Марит Айн, чтобы люди увидели и сказали, ой, Раф едет в субботу. Видит, сейчас солнце есть. Тем не менее, он написал, Герард Моше, там это написано, что как только он услышал это замечание, сразу же решил больше так никогда не делать. Блин, Эдер написал, так и пытался это не делать. Потому что если один увидел в этом пренебрежение обычаем, так не поступают после сирены в нашем районе, после того, как зажгли свечи наши женщины, значит, и другие могут так увидеть, то же самое нарушение. И он больше того, он благословил того, кто сделал ему это замечание, чем он благословил всеми благословениями субботы. Потому что он это сделал замечание ради субботы. Я надеюсь, что ради субботы он и сказал, а не для того, чтобы сказать. В такие случаи тоже он заступил за субботу. С тех пор раби Моше Файнштейн, за цель, ходил перед субботой в Ешиву только пешком. Я говорю, целых 2 километра, так он и ходил. Раби Шломовольбе, великий ученый, педагог, недавно умерший, за цель, рассказывал о том, что он услышал от раби Ехискеля Сарна, тоже был знаменитейший райвин. Рассказ такой. Однажды пришел раби Ерухам Леевовиц, Можгих Ешивы Мир. Можгих – это духовный руководитель, крупнейший человек. Книги замечательные, мы по ним учимся. Он пришел к своему рабину, раби Натану Циффинкелю, а мы говорили о нем сегодня. Саба ми Слободка, из Слободки. И тот громко, вслух, он это умел делать. Начал читать ему длинную лекцию о поведении, то-ха-ха, развернутым винием, громко, не стесняясь. Он это умел делать. За тему, как надо изменить свое отношение к учебе. Этого раби Леевовица, который был молодой, у него было плохое отношение к учебе. Но он нашел что-то, и он его отсчитал. Причем долго тяжело, так сказал раби Сарна. И тот ему ничего не ответил, слушал очень внимательно и ушел. И первое, что он подумал, так рассказал раби Сарна и Рафшлама. Вольби его ученик об этом передал нам. Первое, что он подумал, ну, теперь все. Теперь раби Рухам никогда не придет к Сабе Слободке. После таких слов. И что он увидел? Назавтра, когда пришли ученики. И там пришел и раби Рухам. И что вы думаете? Они поучились. И какое-то время оставалось, еще минут 10. И они отошли в сторону. И раби Рухам там тоже продолжил свою лекцию. Громко, вслух. Не стесняясь. Со всеми замечаниями, которые ему сказал. Тот внимательнейшим образом все это выслушал. Ну, то уж раби Сарна сказал. Как в сказке. Третий раз уж точно не придет. После такого нельзя прийти. Он на третий раз пришел. Он вообще ходил. И вдруг он понял, что все происходит совсем по-другому. Он не слышит плохие слова в свой адрес. А он слышит хорошие слова в свой адрес. У тебя что мог подумать я, здесь рассказывающий перед вами? Что раби Рухам не серьезно относится к своему, к своему учителю. Его ругает, а он слушает. Снова приходит. А то ведь продолжает ругать, значит, он еще ничего не изменил себе. Зачем он так продолжает ходить к нему? То есть, он, наверное, или упрямый, или считает себя правым. Настолько правым, что ему все равно. Ну, а чему можно учиться в этой истории? Да нет. Оказалось, что он не просто любит слушать наставления своего учителя. Он видит в этом главное содержание их общения. Общение учителя и ученика. Поэтому он и выбрал его своим раввином. Для этого он и ходит. Чтобы он ему нелицеприятно, открыто сказал все, что ему нужно делать, все, и заметил все недостатки, которые у него есть. Сделай себя учителя. Есть такое выражение. Это означает, заведи себя того учителя, который тебя будет наставлять, даже если тебе очень больно. Ну, два замечания нужно сделать на эту тему. Я от себя их сделаю. Я прочитал тоже это в книжках. Свел все это в одну. Учитель в общем случае вообще-то должен щадить чувства своего ученика. Не надо при всех, не надо обижать его. Они знали, где все это происходит. Ученики тоже никак негативно не отреагируют. Ученик это примет с удовольствием. Поэтому они занимались своим делом. Прямым делом. Учитель чинил ученика. Несмотря на все другие обстоятельства. Там не было момента боли, неприятностей, негативных моментов. Ничего этого не было. Но в общем случае учитель должен щадить чувства своего ученика. Но среди мудрецов все происходит по-другому. Тут нет ни обид, ни жалоб, ничего. Все это учебы Торы. И второе замечание. Вот раньше для этой цели выслушать все, что у тебя есть негативного в тебе, от знающего человека, который как рентгеном тебя видит, то для этой цели заводили даже специального друга. Чтобы он делал замечание. Я ему доверяю. И он говорит мне только все для моей пользы. Не для сил своих интересов. И много разных других вещей. Ничего другого нет. Только для моей пользы. Так поступали даже самые высокие мудрецы. Например, так было принято делать обязательно в среде адморов. Сейчас я не знаю, происходит это или нет. Раньше в Стабе при каждом адморе был человек, который ему говорил все замечания касательно его поведения, слов, главного возраста поведения. Адмор Исгур, рабе Иуда Арье Лейб Алтер, автор книги «Сфат и Мэтт», один из самых умных еврейских мыслителей последних двухстолетий. Когда он был маленьким, однажды он учился всю ночь. Ну, маленькие еще, два бармицы. Не один, а с приятелями. С другом. К тому же, я сейчас расскажу. И он заснул. Заснул он только к утру. Пришел, заснул. И проспал. Детский организм. И он до начала дня проспал. Увидел его дедушка. Отбор Исгур. Но автор уже «Хедушая Аримма». Крупнейший ученый того времени. Глава поколения. И стал его отчитывать. Кто стоял молча и очень почтительно слушал своего дедушку. А мальчик, который учился с ним всю ночь, стоял рядом и спросил, а почему он промолчался? Нужно было сказать, да мы же всю ночь учились. Дедушка бы обрадовался. А внук заметил, что не хотел перебивать деда. И хотел выучить весь урок назидания. Потому что другого случая может и не подвернуться. Другой же причины такой не будет. Он хотел узнать, что дедушка считает на эту тему. И он ему сказал все, что он думает. И он, видите, на всю жизнь это запомнил. Яков Амину перед своей смертью благословил своих сыновей. Написано в Берешит. 49 в конце книги Берешит. 49 глава, 28 стих. И благословил отец каждого по его благословению. Его благословил. Сколько ему положено дать, столько он ему и дал. Загрузил его по полной программе. Как ему подходило, так он ему и дал. Но разве всех он благословил? Ведь Шимон и Леви получили не благословение, а отповедь. Страшные слова из-за шхемы, которую, помните, они вырезали? Там было сказано, орудие хищника им свойственны. Он в третьем лице о них говорил. В их совет не войдет моя душа. Ничего общего не хочу с ними иметь. Потому что в гневе они убили людей. Жилы быку подрезали. Там страшные вещи написаны. Проклятых гнев, рассею в остальных коленах. Ничего они у меня не получат. Но написано чуть выше, что после всего этих слов, чуть выше, ну сейчас мы сказали, да, после всех этих слов было написано, что каждый получил браху. Это означает, что они приняли наставление отца как браху, как благословение, и обрадовались. И с тех пор у них ничего никогда не было. Ни у Левитов, ни в этом колене, ни у Шимона. Ничего подобного в нем не было. Они поняли наставление своего отца. Но то же самое Мушарабейну. Пример попроще. Ему посоветовалась, если вы помните, тесть Ятро, его тесть, сказал, а если ты правильно делаешь, стоишь на ногах с утра до вечера, один судишь народ, и нужно сделать такую иерархию судей и так далее. И он написан, посмотрите, 18 глава, 18 главе, он так и поступил, по его совету написано. Об этом сказали мудрецы. Счастливое поколение, в котором большие слушают слова малых. Ятро не учил Тору. Он не получил Тору на Синае. Он обладал мудростью земли. Он был мудрейшим человеком своего поколения. Но на Синае ничего не получил. И он начал учить человека, который получил Тору на Синае. Это согласно тому объяснению, которое говорится, что, несмотря на то, что приход Ятро описан раньше, получение Тору на Синае, все-таки он был позже. Посмотрите, Раши. В разделе, который называется Ятро. Счастливого того поколения, в котором большие слушают слова малых. Гдолим, слушают тех, кто называется Ктаним. И тогда следующее поколение учится у старших. Они начинают слушать старших. Они видят, что те их слушают, и сами начинают слушать старших. В этом же и есть смысл преподавания, воспитания, передачи традиций. Надо, чтобы младшие услышали старших. Правильно? А как это можно сделать? Только одним способом. Когда старшие показывают, что они слышат младших. Без этого нет раввина. Нет учителя. Нет авторитета родителей в семье. Нет никакого продвижения, если старший не умеет слушать младших. И что это такое? Слушай любое замечание в свой адрес. Это когда даже человек, который в принципе не очень-то меня знает, или знает, но не очень-то меня любит. Так иначе по каким-то параметрам ниже меня, меньше меня. Он же не занят мной. Он же не мой учитель. Я слушаю его замечания. Я слушаю его замечания, и тогда он может высушить меня. И я так полагаю, что есть директора. Есть директора, а не раввина. А есть раввины. Равина – это человек, который мягкий, который любит людей. Мы как-то выявили в самом начале, часто говорили на эту тему. И он всегда с удовольствием выслушает любое замечание. Есть люди, которым даже замечания делать не хочется. Но если ты скажешь, они счастливая улыбка на лице, а тетя не глупые, а очень даже умные и мудрые, выслушат тебя и зададут еще вопросы. Я это часто встречаю. Не потому что я делаю любые замечания, я вижу, как разговаривают с раввинами. Есть люди, которые просто сделаны из материала Торы. Вот у них и надо учиться. Такие люди, сейчас я не знаю, в Казань, Нижний Новгород, в Москве я знаю двух таких раввинов. Мой друг Рав Хитрик в Нюрнберге. Ему привет передавайте, пожалуйста, мои друзья. Это люди, сделанные из Торы. Подойдите к нему, если вы увидели какое-то странное действие. Спросите, почему он так сделал. Он с удовольствием выслушает ваши не замечания, а именно даже не укор, а ваши слова в его адрес. Он и пояснит, а если он вдруг ошибся, он скажет, ой, спасибо, что мне об этом сказали. Они сделаны из самой Торы. Таким равен и должен быть, и мы должны стараться быть такими же людьми. В семье надо делиться проблемами своими детьми в какой-то форме. Не обязательно погружать их во весь страх нашего существования на банковском счету. Но, по крайней мере, поделиться с ними, выслушать их мнение. И не надо бороться за свой авторитет. Авторитет, получается, тот, кто за него не борется как раз. И вот тогда мы становимся авторитетом в глазах своих же детей, которые знают, что с ними считаются. И они начинают прислушиваться к нам. Да, здравствуйте, Нюрнберг. На линии уже. Ну, мой любимый рассказ, раз Нюрнберг, значит, хаббатская община. Мне во всем рассказы так нравится, прослушать замечания. Рабиш Наурзалман, адмор из Ляды. Автор Тани. В некоторое время он жил не в Лядах, не Любавич, в каком-то месте. И в том же городе был Магид. Человек, который читал всем тухоход, замечания. Его очень любили, и он собирал толпы учеников на своих уроках. И сказал ему Бальтания, да, адмор из Ляды. Ты всем читаешь тухоход, замечания, произносишь их. Сделай мне такое замечание. Тот перепугался. Ну, нельзя же не выполнить приказ Рэбе. Приказ – это же просьба. И сказал, такую фразу сказал. Все, что знаю я, Рэбе тоже знает. А все, что не знает Рэбе, я тоже не знаю. Тогда какая между нами разница? А разница между нами в том, что зазор между тем, что знаю я и знает Рэбе, много-много меньше того зазора между тем, что Рэбе знает, и тем, что он не знает. Я повторять не буду второй раз. Написано, выслушал это рэбэ, первые любаяческие рэбэ, и заплакал. Из сборника Елкут Лекахтов на раздел Ваенгаш, там я взял эту историю. Он выслушал эту тоха-ха и принял ее к сердцу, пошел учиться. А он был один из самых знающих, один из самых мудрых людей того поколения. Это было поколение Агра в Ленского Гаона. Раби Лелис Коломей всех поучал, из-за этого тоже любили. Я уже заодно расскажу эту историю. Он это умел делать. И приехал однажды в ЦАНС, это город, местечко, достаточно большой в Польше. Там он встретил Адмор, местный Адмор из ЦАНС, Раби Хайм. Они долго просидели за учебой Торы, а в конце Раби Хайм попросил гостя. Вот ты всех поучаешь, Раби Лелис Коломей? Он был учителем, всем говорил, что он думает о них. О них и все это принимали, все. Это была большая браха. Услышать, что он скажет о тебе. Позитивный, негативный, огромная браха была. И он спросил, вот ты всех поучаешь, скажи мне, что у меня не в порядке. Тот сказал, как у тебя не в порядке? Я вот думаю, почему у тебя нет? Шиур Ама Аля Ама Зехар-Ли Хурбан. Шиур Ама Аля Ама. Зехар-Ли Хурбан такой, недоделанной части на стенке в память о разрушении храма. Он говорит, я у тебя не вижу это. Ты вот без всяких слов берешь стремянку, лесенку, залезает он наверх, берешь нож. И говорит, где здесь сделать? Тут, говорит, здесь. Сделал полметра Ама. Ама – это локоть. Локоть на локоть. И начал отбивать все это. Отбил всю эту штукатурку, спустился вниз. И сказал ему большое спасибо. И сказал, я шаркою, раба Елелю. Тут же моментально. Комментарий. Может быть, он не заметил. Может, в другом месте где-то был. Может быть, его не было. Кстати, мы уже почему по еврейскому закону и в Шульхана Рухи написано, что здесь мне не надо это делать. Хорошо это делать, это хорошие обычаи. Но и не обязательно. И здесь еще интересное мнение. Знаете, какое оригинальное? Ведь это же нужно сделать недоделанный дом. Нужно не доделать дом. Если дом уже доделан, сейчас ты его будешь… А не хватает именно Захар или Хурбан, то получается, что сейчас ты будешь его доделывать. И поэтому лучше будет… Когда ты строил, не доделать это, это нормально. Хорошо. Но когда он уже сделан, так или иначе, можно это было не сделать, ничего подобного. Что сделал Ребе Санс? Залез тут же, будучи тоже не очень молодым, и тут же, без всяких слуг, без всяких детей, и тут же все это убрал, сказал большое спасибо. Рабе Йосеф Хаим Зоненфельд, главный раввин Иерусалима. К нему по утрам всегда приходила огромнейшая толпа людей. Мы вообще хотели людям молиться вместе с ним. Я был в той синагогике, в которой он молился, там же табличка висит. И стояла огромная очередь, и проходили люди, вызывали вопросы, спрашивали совета, хотели получить браху, он был очень деятельный, активный, его браха всегда работала. И вот после молитвы Раф стоял на своем месте, мимо него шла длинная шеренга людей. И так продолжалось по часу больше каждый день. Утром после шахрида утренней молитвы. И вот однажды некий человек увидел это, увидел это, и как закричит на всю синагогу, как можно в синагоге вести пустые разговоры. Они на самом деле говорили, на бытовые вещи же не молитвы они произносили, они приходили с своими проблемами. Не на тему Торы, называется пустые разговоры, не на тему Торы, не на тему Лимуда, не на тему Талмуда. Все перепугались, что сейчас будет. Раф сказал, ну действительно, он прав, давайте выйдем во двор. И с тех пор много лет отвечал на вопросы только во дворе из синагоги, как будто так и надо. Слово не сказал. Сказали ему выйти из синагоги, так положено. И он вышел, не спрашивал, сумасшедший, не сумасшедший, кто это такой. Ничего не интересовало. А ведь трудно назвать разговоры Рафа на обычные вещи, с которыми к нему приходят, решают эти проблемы. Пустыми разговорами. Это речь Торы. Тора говорит, что нам нужно делать. Раф отвечает на твои вопросы. Почему так поступил? Почему он так поступил? Я бы так смог поступить, если бы я не знал этого рассказа. Наверное, он не хотел обидеть этого человека, но он же говорил, теперь всю жизнь стоял во дворе теперь. Или потому что признал его прямоту, а до этого он что, ошибался? Или чтобы не обидеть таких, как тот, который сделал ему замечание, что в следующий раз такого случая не было? Я не могу сказать. Я знаю, что он принял эту тоха-ха, и с тех пор так и делал. Адмор из Гур, афр хидушиарим, тоже говорили сегодня. В молодости он был близок к адмору из Кожниц. Один из первых хатистских праведников, ученики Бешта. И провел с ним много-много лет. Был молодым. А потом оставил Кожниц и уехал к адмору с Пшиска. А это в Польше, крупнейшей адморы. И был у адмора из Гур, афр хидушиарим, 12 сыновей. И все они умерли при жизни отца. Не молодыми, просто отец долго жил, но все они умерли. И отец говорил, что он знает почему. Потому что, как он думает, уверен в этом, на него очень обиделся Раф из Кожниц, которого он оставил. Он был его любимым учеником, и он его оставил. И за это мне полагается наказание неба, которое всегда, мы знаем об этом, да, вступает в защиту. На защите стоит мудрецов и праведников. Но я не мог поступить иначе, говорил адмор из Гур. Потому что адмор из Кожниц меня любил, и всегда говорил мне только приятные вещи. Говорил Деврей Махмаа. А адмор из Пшиски меня всегда поучал, критиковал, воспитывал, говорил Деврей Туха-Ха. Это было то, что мне нужно. Вот это было то, что мне было нужно. Вывод – надо любить Туха-Хо. На нашем уровне, по крайней мере, не относиться к ним негативно, говорили о программе Минимум. Не отвечать на них, будто нас не реагируют на них так, как будто нас оскорбили. И даже если оскорбили, повторяю. Если нас оскорбили незаслуженно, пойдем в сторону спокойно. Ошибка. Такой человек болезни, они знают, как это объяснить, как угодно. Каждый случай объясняется по-своему. Если нас обидели ни за что, тем более нужно не переживать уйти. Ни за что же ведь? Не надо ни к чему оправдываться. Тем более не надо шуметь и кричать, и оскорблять в ответ. А если по делу, значит, хоть по части, хоть на 2% по делу, ну, скажем спасибо за эти 2% и примем их к сведениям. За нами всегда заметит тот, кто нас не любит, заметит правду. Кто еще заметит за нами правду? Вдруг не захочет нас обижать? А враг возьмет и скажет. Скажите врагу спасибо. Иначе нам никто не скажет. Так вы умеете ходить с этим пятном на спине? А у нас вся спина белая, а мы не знали. Даже если нас хотели просто уколоть, задеть, дыма не бывает без огня, повторяю. В любой критике даже самый несправедливый, сказанный неудачный, грубый, злой, всегда есть наша вина. Есть это... То есть, в нас есть нечто, что эту критику вызвало. Так нужно учиться. Ну, кроме случаев ошибок, понятно, да? Меня обозвали в трамвае. Да еще ни за что обозвали. Мы ехали с женой, так ее вообще жидовкой обозвали. Это уже не то ха-ха, это оскорбление. Но бывает в виде замечания что-то такое сделать. Ну, на это не надо никак к этому относиться. По крайней мере, не переживать, не оскорблять в ответ. Это мы уже говорили, другая тема. И только, если нас задели вообще, повторяю, не по делу, например, ошиблись, то тем более не будем взрываться, шуметь. Ведь мы же ни в чем не виноваты. Люди ошиблись, обвинив нас напрасно. Разве мы не ошибались точно так же никогда в нашей жизни? А раз мы ошибались и себя разрешили, то, значит, не будем переживать это. Кая-то возвращается и к нам, в наш адрес. Бумеранг пришел обратно. Открывай ворота широко, да? Твой бумеранг ты бросил. Ну, и от себя добавили, что многие ссоры и неприятности в нашей жизни происходят от нашего неумения, нежелания именно слушать замечания. С этого я начал. Вот это надо прекратить. А именно, есть двойное правило, повторяю, это важный момент нашего урока. Для этого я только пришел делать вам замечание, что я сейчас делаю. Только для этого я пришел, чтобы что-то позитивное у нас было. Двойное правило. Все правила такого ворота, все бывают двойные. А именно, никогда не получаем никого, кроме исключений. Ну, одно из исключений, например, если пришли именно для того, чтобы поучиться. Вот я их поучаю. Или, например, когда дело приняло серьезный оборот. Или когда я знаю, что он меня услышит. Услышит. Он знает, что я говорю это для его пользы. Для этого мне нужно было добиться авторитет. Это в его глазах. Нужно быть праведным человеком. По какой-то степени. Понятно все это условно. Какой я праведник. По крайней мере, меня уже смотрят как на человека с белой бородой. Меня, может быть, еще и услышат. Поэтому я не буду заупотреблять своей белой бородой. Ну, по крайней мере, есть такие исключения. Но правило общее. Стараться не поучать других. Только необходимость, которую будем поучать. А с другой стороны, всегда сразу же слушаем замечания других людей. Это сегодняшний урок. Это ужасно трудно. Так ведь вообще очень трудно быть евреем Торы. Если кто-то думает, что можно прийти на уроки, выслушать про кашерут, сделать кашерут, повесить мезузу, сделать обрезание. Какие еще вещи бывают сложные? Все это вообще-то, в принципе, не сложно. Никак не сложно. Многие люди вообще, как жили, так они и живут. Только не впустили немножко Торы, немножко Бога, еврейского Бога к себе домой. Чуть-чуть. И остались такими же. Если они ничего не изменили в себе самих, не изменили свое отношение к людям, не научились стараться не обижать их, не научились не обижаться на них, то, в принципе, здесь просто кружок Торы. Иудайка такая происходит. Так вот, трудно быть евреем Торы. А если мы с вами, считая себя евреями Торы, не делаем никаких усилий над собой, то чем мы отличаемся от несоблюдающих? Наше выполнение всех заповедей, всех, которые мы можем выполнить, имеет свою ценность. Понятно, что уже выполнение заповедей уже ценно. Но эта ценность невелика, если мы нарушаем главные правила поведения евреев Торы. Одна из которых звучит, им таким образом звучит, «Люби у коры, люби выговоры, люби замечания и назидания. Никогда не пользуйся этим оружием, но всегда с благодарностью выслушивая от Всевышнего все, что я сейчас только перечислил. Почему? Потому что это сказано было. Всевышний твой ангелес». Урок очень трудный, очень тяжелый. На самом деле знаю. Сейчас мы вставим, скажем, как все хорошо звучало. Будем ли мы продолжать реагировать на другие замечания, как делали раньше. Я не знаю, мне тяжело некоторых слушать. Мне тяжело слушать людей, которые, как мне кажется, пришли и говорят не в тему. Например, я написал статью про реформистов, предположим, в своем блоге. Предположим, у меня есть блог. Я там написал статью про реформистов. Мне показалось необычной эта статья, а именно новой что-то в ней. А именно в Америке реформисты – это выход из Торы в никуда. А в России, например, есть такие кружки реформистов. По крайней мере, были лет 10-15 назад. Я сам их видел. Это, наоборот, люди из ниоткуда. Хоть в Торе входят в Тору. Я знаю людей, которые через такие кружки пришли к Торе. Это еще не значит, что нужно помогать таким реформистам и говорить, что это хорошо. Смотрите, это же путь к Торе. Но, по крайней мере, нужно понимать, что это есть еще и дверь, которая ведет внутрь. И написал статью. И вдруг кто-то пришел и написал, например, ну, вы там написали, как вы разговаривали с реформистским раввином. Наверное, как он написал, не очень. Говорит, сейчас я скажу. Вы высокомерны. Ой, что я делаю? И моментально кто приходит, такие вещи пишет, начинает меня ругать. Я никогда не ругаюсь. Но, по крайней мере, и не по делу он что-то пишет. Могу отшутиться. Но продолжайте. В таком тоне я все равно не буду. Такой разговор. Я говорю, мне очень тяжело слушать вещи, как мне кажется, брошенные зря в мой адрес. Я, например, не продолжаю таких диалогов. Человек проявил, как мне кажется, просто злость. Я его игнорировал, может быть, даже несколько замечаний его стер. Все, это мой блок. Но на самом деле мне пришлось задуматься. Может, я и вправду? В чем-то я проявил высокомерие? Я нашел. Это стиль моего письма самого. Как я пишу эти статьи? Я писал там свой диалог с этим руководителем, это реформистское общение. Таким образом, как будто я герой, а он нет. В смешном цвете я его выставил. Может быть, это и нехорошо было. И многому я научился даже на этом замечании. Я думаю, мы с вами должны каждый момент своей жизни чему-то учиться. Учиться для того, чтобы прожить эту жизнь ярко, хорошо и по-еврейски. Я вам желаю большого хорошего здоровья. Для чего? Чтобы жизнь продолжалась. Чтобы мы были с вами евреями Торы. Всего хорошего, большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.